Здравствуйте! Это обзор на VR-Expo World. Это интерактивная виртуальная выставка. VR-Expo предназначен для компаний-производителей, которые хотят выставить свое оборудование в виртуальной среде, и для простых пользователей, для работников производства, которые хотят изучить оборудование, поработать с оборудованием в безопасных условиях, которые интересуются современными технологиями и так далее. VR-Expo World это такое некое современное рекламное решение для компаний-производителей, потому что, согласно нашим исследованиям, выставки посещают все меньше людей, и все хотят из, так сказать, дома посмотреть оборудование, кто-то хочет в офисе показать это в презентабельном красивом виде. Ну, VR-Expo World для этого и создан. Сейчас проект находится в стадии бета-тестирования, и не все функции доступны. Сейчас мы находимся в главном меню. Мы можем посмотреть, вот как стать участником VR-Expo и перейти на сайт. Там у нас больше особенностей. Ну и непосредственно мы можем начать. Мы видим футуристичный коридор компании Raycraft. Нас встречает диктор. Добро пожаловать на VR-Expo World. Вы находитесь в секторе технологий неразрушающего контроля. Приглашаем вас ознакомиться с экспозицией. По краям мы выйдем какие-то футуристичные объекты. Эти объекты, эти элементы коридора, и этот коридор в целом выбрала компания Raycraft. Коридор для каждой компании можно сделать в любом стиле, в любом виде. Это может быть открытое пространство, закрытое. Компания Raycraft пожелала в таком футуристичном стиле. Все вот эти элементы в коридоре, они так или иначе связаны с компанией. Они показывают производственную линию в таком, так сказать, опять же футуристичном виде. Вот мы можем подойти, нажать клавишу E, прочитать информацию. То есть этот элемент рассказывает о системе стабилизации напряжения. Если присмотреться, то эти элементы хоть и выглядят футуристично, но некоторые из них, так сказать, сделаны из каких-то элементов, из которых сделана реальная модель оборудования компании. Вот давайте посмотрим еще один футуристичный элемент. Это намоточный станок. Пройдем немного далее. Здесь мы видим рекламу рентгеновского генератора компании Raycraft. Мы находимся сейчас в секторе этой компании. Повторюсь, что здесь у нас размещено два оборудования этой компании. Давайте зайдем непосредственно в комнату, где расположен рентгеновский генератор компании Raycraft. Нас также встретит сейчас диктор здесь. В данной комнате мы можем посмотреть модель оборудования, а также ее элементы по краям комнаты. Мы видим также, что у нас окна есть в комнате. Интересная особенность в том, что в зависимости от того, в какое время суток заходите в VR-Expo, то за окном будет также такое же время. То есть сейчас день, 2.30. Я записываю этот обзор. Если вы зайдете ночью, тут будет ночь, будет луна, будет по-другому светить свет. Вечером, утром, соответственно, свет меняется, как в реальном мире. По краям комнаты у нас располагаются отдельные элементы, с которых создано оборудование. Но мы также можем подойти к каждому, рассмотреть его, почитать, что это и для чего это. К примеру, вот корпус генератора Raycraft. Далее мы можем зайти непосредственно в саму комнату, где располагается генератор. Мы можем подойти к генератору и нажать соответствующие клавиши для взаимодействия, либо просто осмотреться, перемещаясь вокруг него. Вы видите, клавиши, которые можно нажать именно для взаимодействия с генератором, подписаны снизу. Мы можем прочитать информацию о данном генераторе. Мы можем зайти в режим осмотра модели, разобрать модель, сделать ее прозрачной. Все модели готовятся по фотографиям, по чертежам, то есть стараемся максимально реалистично изобразить. Как вы видите, и краска здесь такая же. Давайте посмотрим информацию о модели. Мы можем разобрать оборудование, увидеть какие-то дополнительные элементы, которых мы не видели. Внутренние элементы. Трансформатор, например, радиатор, вот мы увидели, которые находились в корпусе. Мы можем включить режим прозрачности и посмотреть, как элементы находятся внутри, как они стыкуются. Опять же повторю, сейчас бета-версия. В дальнейшем, возможно, будет больше детализации. Вот режим у нас осмотра модели. Мы можем мышкой вращать и осматривать модель с любого ракурса, как нам удобно. Выключим прозрачность. Давайте разберем модель. Посмотрим более детально. Правой кнопкой мыши мы можем приближать, то есть фокусировать внимание. Также у нас будет отдельно сделана смотровая площадка, где можно будет взаимодействовать с данным оборудованием. Но у нас сейчас уже сделан небольшой такой пульт управления этим генератором, где можно просто включить тестовую демонстрацию без всякого управления. Вот он. И посмотрим, как работает рентгеновский генератор, просто для визуализации. Давайте нажмем Е. Вот у нас на табло написано параметры, то есть демонстрация, рентген включен, 360 на 40, панорамная экспозиция, 1 минута, 250 кВт. Дверь, естественно, заблокирована, как и в реальных условиях. Мы можем ее открыть, тогда демонстрация остановится, рентген остановится. Тем самым мы показываем работу блокировки. Конечно же, здесь таких возможностей в бета-версии пока мало, но в дальнейшем у нас будет здесь открыта смотровая площадка, где пользователь сможет полноценно управлять генератором, пускать его по трубам, задавать свои параметры, учиться, ошибаться, смотреть, какие ошибки допустимы, какие нет и так далее. То есть полноценная работа с данным генератором. Для каждого оборудования будет своя смотровая площадка и возможности конфигурирования оборудования. Можно будет посмотреть, сколько будет оно стоить и так далее. Давайте переместимся в следующий сектор. Прошу прощения, переместимся даже в следующую комнату, потому что мы находимся в секторе компании Raycraft. Также видим футуристичные элементы. Вот интересный пример. К примеру, этот элемент включает в себя, как вы видите, вращается радиатор реального генератора. То есть мы используем какие-то реальные модели, но в футуристичном таком виде. И этот элемент, если мы прочитаем, будет рассказывать про систему охлаждения генераторов. Здесь у нас мы видим такая некая заправочная станция, где заправляются генераторы Raycraft, заправляются элегазом. Также мы можем подойти и почитать. Так, переходим в комнату с кроулером. Это рентгеновский кроулер, компания Raycraft. Здесь также мы можем видеть подобную концепцию помещения. Они все похожи здесь. У кроллера немного другие возможности. Как вы видите, мы можем намного больше, чем с генератором. Кроме того, чтобы посмотреть, разобраться, посмотреть информацию, можем разобрать, посмотреть какие-то элементы. В режиме прозрачности мы видим вот аккумуляторные блоки, которые были скрыты. Давайте мы возьмем режим осмотра и посмотрим дно кроулера. Вот оно. Тут у нас полный привод. Видим ремень. В реальных условиях, как вы понимаете, разобрать кроулер это проблемно, поэтому здесь вы можете его разобрать и посмотреть все возможные элементы. Также мы можем включить режим отображения генератора, посмотреть, как он крепится к кроулеру, как именно это происходит. Вот в режиме галога голограммы, так сказать, мы видим генератор и можем даже сквозь него проходить, чтобы посмотреть прямо внутри. Также можем включить демонстрацию работы, где кроулер поедет. У нас сейчас по трубе такая небольшая демонстрация работы именно с генератором. Все звуки, которые вы слышите, они записаны с реального оборудования. Мы можем посмотреть, как происходит у нас рентген в данном случае, как двигается кроулер, какие элементы еще используются, к примеру, магнитоп, который двигается и останавливается над детектором кроулера. Таким образом, мы можем посмотреть, так сказать, в виртуальном мире демонстрацию работы реального оборудования со всех сторон, с любого ракурса, что очень удобно. Конечно, здесь это пока приближено, потому что это, опять же, повторюсь, бета-версия, но в дальнейшем у нас это оборудование будет полноценно ездить в смотровой площадке, где можно будет полностью управлять всеми параметрами, можно будет обучать персоналу, работе с ними, можно будет смотреть разные типы того же кроулера, потому что они там тоже разные есть. То есть, так сказать, в игровой форме обучаться работе, это мы считаем более продуктивно, более интересно, более запоминающееся, поэтому будем развивать это направление. Также хочу отметить то, что все модели мы подготавливаем по фотографиям, по реальной фотографии, мы чертежаем, соответственно, и материал этих моделей мы стараемся делать такими же, как в реальном мире, то есть полностью соответствующие фотографиям реального объекта. Смотровая комната откроется у нас, я думаю, через несколько версий этой программы, и там также будут размещаться элементы, вот как здесь мы видим модели, какие-то элементы оборудования, так и в смотровой мы сможем конфигурировать и собирать различные модели кроулера, если у него возможно собирать различные элементы. В коридоре мы также можем увидеть, что есть еще и лифты, но они сейчас закрыты. Эти лифты будут соединять с собой и другие компании, другие сектора компаний, это не обязательно будут коридоры, можно на лифте будет переместиться в космос или вообще под воду, попасть в открытый мир, где будет зелень, будут там какие-то другие модели оборудования представлены. Все это будет возможно, потому что это виртуальный мир, здесь можно делать что угодно. Каждая компания также при вступлении в VR-Expo будет получать на своей отдельную страничку, где также онлайн можно будет походить по VR-Expo, хотя, конечно, в урезанном виде, потому что такое большое приложение прямо онлайн запустить не получится сейчас, но, так сказать, в виде VR-тура походить, погулять можно будет. Мы планируем развивать VR-Expo очень быстро, сейчас уже в очереди имеется еще компания, мы надеемся, что вам это понравилось и вы будете задавать нам вопросы, посетите сайт, просто посетите VR-Expo и оцените возможности виртуального пространства для выставки. Спасибо за внимание. Продолжение следует...